Продолжение следует... Право льготного тарифа можно воспользоваться один раз в год туда-обратно, без учета стыковочных рейсов. Если билеты уже приобретены, по полной стоимости можно вернуть разницу в цене. Для этого необходимо обратиться в авиакассу. Приобрести билеты можно на сайте компании «Ямал». В Ноябрьске определили место для возведения самого крупного в городе торгово-развлекательного центра. Предполагается, что комплекс будет построен в девятом микрорайоне. Такое решение принято на городостроительном совете. Место расположения выбирали из нескольких вариантов. Рассматривали участок улицы энтузиастов, но там в заболоченной местности мешают инженерные коммуникации. Оптимальным, по мнению совета, остается площадка в девятом микрорайоне. К ней есть заезды по улице Цоя, Советской и Гагарина. А в скором времени появится и газопровод. Дата начала строительства пока не названа. Предполагается, что по размерам и функционалу торгово-развлекательный центр в Ноябрьске будет соответствовать Ситимолу и Аури в Сургуте. Выпускник колледжа профессиональных и информационных технологий вернулся в Ноябрьске на новогодние каникулы. В начале сентября стало известно, что молодой программист зачислен на программу бакалавриата в Венгерский университет. Чтобы попасть туда и получить стипендию на обучение, он прошел строгий отбор и сдал несколько экзаменов. Преподавание в Будапеште ведется на английском языке, да и сама система образования другая. Поэтому первое время, рассказывает Петр, ему было непросто. Европейский диплом откроет перед жителем Ноябрьска новые перспективы и возможность работать в самых известных компаниях мира. Большое количество компаний, которые заинтересованы в молодых специалистах, которые получают бакалавриат, можно сказать, в Венгрии. И приходят они сами, приходят в университет и заинтересовывают студентов в работе у них. В канун Нового года на Ямале появилась «Елка заботы». Это благотворительная акция, которую можно назвать по-настоящему волшебной. Она помогает осуществлять самые заветные желания, не только детские, но и взрослые. Игрушки, техника и даже полеты на вертолете, куда приводят мечты, смотрите в следующем материале. Вот здесь у нас наши друженицы, пожарные машины. От увиденного он сначала растерялся и не мог поверить, что мечта наконец-то сбылась. Вот она, на расстоянии вытянутой руки. Рассмотреть вблизи пожарную машину – самое заветное желание 9-летнего Владислава. Ну, давно он мечтал. Он, когда увидит машины, которые едут, ему очень нравится. Он все говорит, можно я пойду? Я говорю, там не пускают просто. Так хочется за рулем побывать. Ну, вот его мечта сбывается. Огнеборцы словно волшебники. Из серьезного парня превращают Владислава в самого улыбчивого. И для этого оказалось нужно совсем немного. Посидеть за рулем пожарной машины, примерить настоящую форму и познакомиться с теми, кто тушит пожары. И вот, на одного счастливого ребенка в мире стало больше. Вот еще Дедушка Мороз себе подарок передал, чтобы ты мультики смотрел. О том, что под Новый год желания сбываются, на себе ощутил и пятилетний Дима. Он и его мама очень хотели планшет. Старый сломался, а новый никак не удавалось купить. Теперь этот подаренный гаджет для Димы станет словно лекарство от скуки, когда он поедет на очередную реабилитацию в какой-нибудь из российских городов. Будем мультики смотреть? Да? Да? Будешь здесь смотреть мультики? Нет. Волшебство в преддверии этого Нового года случится еще у двух сотен ямальцев. Все они оказались в трудных жизненных ситуациях и действительно очень нуждаются в чуде. Свои даже, казалось бы, несбыточные желания адресанты оставляли на сайте акции «Елка заботы». Писали и дети, и их родители, и даже пожилые люди с надеждой, что письма дойдут до Деда Мороза. Эмоции моря. Море. Это неописуемый восторг. Это впечатление, сколько воспоминаний, сколько будет. Она только что спустилась с небес на землю. Ощущение полета до сих пор в душе. Мечта уже не детская, но очень давняя. 60-летняя Валентина Михайлик хотела увидеть город с высоты птичьего полета. Она написала об этом в письме, и все сбылось. Ни капли сомнения и страха. Весь полет она смотрела в иллюминатор, пытаясь увидеть свой дом. Нашла. После случившегося, говорит женщина, как не поверить в сказку, которую создали для нее очень много людей. В моем положении, в моем возрасте исполнилась мечта обалденная. С высоты птичьего полета увидеть родной город, эти просторы, то, что рассказывается, то, что показывается по телевизору, это одно. А увидеть своими глазами, как говорится, как с человеком пообщаться, глаза в глаза, это непередаваемое впечатление. Надо признаться, это самый приятный и позитивный полет за всю мою летную практику, летную работу. Переполняет мое чувство, скажем так, совершения чего-то большого, хорошего, доброго. Кто эти дарители чуда? Большинство из них стараются остаться анонимными и не разрушить ощущения сказки. Своим примером они показывают, что в силах каждого из нас побыть для кого-то волшебником. Кстати, добро имеет эффект бумеранга и обязательно вернется к тем, кто хоть раз его дарил. Новогодние подарки получили воспитанники мотоклуба «Газпромнефть». По многолетней традиции спортсмены, тренеры и родители собрались вместе, чтобы подвести итоги уходящего года. На праздничном вечере мотоклуба от имени главы «Ноябрьска» передали сертификат на приобретение кроссовых мотоциклов и спортивной экипировки. Всестороннюю поддержку мотокорсменам на протяжении многих лет в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» оказывает компания «Газпромнефть». В преддверии Нового года заместитель генерального директора «Газпромнефть» «Ноябрьснефтегаза» Николай Шестопалов подарил новые мотоциклы двум спортсменам. Остальные воспитанники, которые вошли в десятку сильнейших гонщиков России, в 2019 году получили памятные сувениры. Завершился вечер новогодним представлением. Зимняя сказка для малышей готова. Скульптор Кирилл Никифоров завершил работы по строительству снежных городков. Мужчина работал на территории трех детских садов. Колобок, Аленький цветочек и сказка. На все ушло около трех недель. У каждого из учреждений городки получили в определенной тематике. В Колобке он выполнен по мотивам сказки «Щелкунчик». На территории Аленького цветочка появились персонажи советского мультфильма «Приключения Кота Леопольда». А в сказке все фигуры посвящены валенкам. В украшении последнего Кириллу Никифорову помогали сотрудники учреждения. Там я только занимался резьбою, а уже сами, сам детский садик уже разукрашивал, уже оформлял. Тоже очень красиво. Там валенки. Там шесть валенков, шесть групп, и вот они все оформили именно в стиле валенки. Новогодняя сказка за окном. Житель Ноябрьска построил снежный городок у себя во дворе. Несколько красочных скульптур расположились в мехколонии 15. Творческую композицию увидела и наша съемочная группа. Несколько заключительных штрихов, и Нюша предстанет во всей красе. В новогодней композиции Василия Токарюка. Это и персонаж из любимого мультфильма, и символ уходящего года. А рядом с ней и Крош, и главная героиня 2020-го, крыса с кусочком сыра. Ну, неделька ушла, наверное, где-то так. Но это чисто дело. Все же надо объяснить, что он постоял. Но это тоже неделька где-то. Не спеша, потихоньку, пару недель. Пушистую елку охраняет снеговик. Именно с него и началось строительство уютного снежного городка. Создавать новогодние скульптуры – это давняя традиция в семье Токарюк. Так проводят досуг Василий и его жена Элла. Дай ее немножко подстыть. И еще один слой. И вся хитрость. Дочь давно повзрослела и живет в другом городе. Василий признается, любовь к мультикам и новогодним сказкам осталась. Когда-то мужчина работал автомалиром-рихтовщиком. Сейчас со здоровьем проблемы. Инвалидность. Говорит, просто появилось свободное время. Первый городок построил три года назад. Научился в интернете. С тех пор снежное творчество стало традицией. Люди подходят. Я даже не думал, что люди подходят. Интересуются, фотографируются. Дети приходят, фотографируются. Людям нравится. Двор семьи открыт для всех. Сказочная атмосфера привлекает не только детей. В снежном городке, помимо мультяшных, поселились и вполне реальные персонажи. Как у Пушкина. Белка песенки поет. Да, орешки все грызет. Екатерина Брусская, Александр Морозов. Ноябрьск, 24. Десять школьников из Ноябрьска отправились на главную елку страны, которая по традиции проходит в Кремле. Вместе с ними в Москву вылетели еще 12 детей из Муравленка, Губкинского и Пуровского района. Путевку на праздник получили отличники, победители конкурсов и олимпиад, а также дети из социально незащищенных семей. В столице нашей страны школьники пробудут три дня. Они побывают не только в Кремле, но и посетят Москвариум, Центральный музей Великой Отечественной войны, а также покатаются на коньках на Красной площади. В Москве я была, но там очень всегда красиво, ярко, на Новый год все горит. От елки я жду ярких впечатлений, эмоций. Надеюсь, что все будет круто, а Деда Мороза тоже увидеть надо. До сих пор не могу понять, что мы там окажемся, в Москве, столице нашей страны, зимой, на Новый год. Много эмоций, волнения, счастья. В ноябрьском лесничестве выдали больше тысячи разрешений на вырубку главного символа предстоящего праздника. Горожан предупреждают, заготовка деревьев без оформления соответствующего договора купли-продажи запрещена. Чтобы пресечь сезонное браконьерство, в окрестностях города проходят так называемые елочные рейды. Специалисты лесничества совместно с сотрудниками госавтоинспекции останавливают автомобили и проверяют, везут ли водители елки и есть ли разрешение на вырубку. Выявленные нарушения могут принести серьезные проблемы с законом. У нас предусмотрена административная ответственность и уголовная ответственность. Если сумма ущерба составит свыше 5000 рублей, то это будет уголовная ответственность. Если сумма ущерба будет причинена лесному фонду менее 5000, то будет гражданин привлечен к административной ответственности. От 3500 до 5000 рублей. Еще больше новостей на сайте Ноябрьс24 и в наших группах в социальных сетях. Субтитры сделал DimaTorzok